Всех приветствую! Данное видео снимается специально для канала Все о стиральных машинах и сайта mashmaster.ru Сегодня я хочу с вами поделиться своими способами отбеливания белых вещей. У меня муж работает на такой должности, где постоянно приходится менять белые рубашки. И от частых застирываний они реально желтеют. И я замучилась изначально их отстирывать мыло, натирать щеткой, держать в белизне. Кстати, в белизне я заметила, что после многократных отбеливаний рубашки просто напрочь порвались, какой бы цены они не были. Но в последние полгода я нашла для себя три способа, как отбеливать белые вещи, используя их не только для отбеливания белых рубашек, но еще и детских вещей. Потому что зачастую бывает так, что, например, на белую кофточку ребенок уронит еду, которую не отстирать обычным способом. Итак, делюсь с вами этими способами. Первый способ это простейший аспирин, который есть в аптечке любой хозяйки. Что я делаю? Я беру 5-6 таблеток аспирина и замачиваю в 3 литрах теплой воды. В эту воду помещаю нужное мне белое белье и оставляю на примерно где-то 3-4 часа. Ну, время я не засекаю, но где-то от 3 часов. Как только я смотрю, что вещь побелела, я ее достаю и споласываю. Можно это сделать вручную, либо в машинке автомат. Следующий способ это обычный перекись водорода. Он также доступен любой хозяйке, как по цене, так и по наличию. И его я добавляю где-то, вообще, когда я читала инструкцию, было написано, что 1 столовая ложка. Но 1 столовая ложка мне не помогла. Поэтому я тоже добавляю на глаз. Ориентировочно это выходит на примерно 5-6 литров воды где-то. Выходит, ну, наливаю где-то 3-4 столовые ложки вот этой перекиси. Также замачиваю белое белье в этой жидкости, ну, где-то на час, полтора, максимум 2 часа. Вещь отбеливается. Опять-таки, я ее хорошенько споласываю после этого и вывешиваю сушиться. Далее это обычная сода. Если белья много, то можно по стандарту использовать 5 литров воды и 6 столовых ложек соды. Но так как я замачиваю малое количество белья, я беру поменьше воды и поменьше соотношение соды. Тоже хорошо справляется. Еще у меня есть бос, когда мне лень, например, это использовать, либо чего-то не бывает в наличии. Я достаю свою пачку боса, кипячу воду в чайнике, сыплю в тазик бос, заливаю кипятком и в этом кипятке замачиваю нужную мне вещь. Но здесь хочу сказать, что после многократных таких отбеливаний специальным этим средством, вещь теряет свою прочность. То есть она начинает расходиться, так сказать, по ткань, по швам. То есть не ставшего, а вообще просто ткань становится очень тонкой и дряхлой. То есть если ее растянуть, она может легко порваться. Поэтому этим способом пользуйтесь не очень-то и часто. А предыдущие три, они безопасны как для здоровья. То есть вы не дышите никакой химии и при этом ваша вещь гарантированно отбелится. Если мои отзывы были вам полезны, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.